Добрый вечер! Наш интерактивный вопрос. Считаете ли вы наше общество единым? Да, особенно это проявляется в моменты общей радости и скорби. Нас объединяет желание сострадателя добиваться справедливости. Нет, общество расколото на верующих и атеистов, бедных и богатых, патриотов и непатриотов. Телефон на ваших экранах, телефон прямого эфира 23 00 04. Завтра, 4 ноября, государственный праздник, День народного единства. В новейшей истории этот праздник стал государственным с 2005 года, а установлен он в честь важного события – освобождения Москвы силами народного ополчения от польских интервентов в 1612 году. То событие стало символом сплочения народа, его единения, независимо от происхождения социального положения. А если мы вернемся в сегодняшний день, можем ли мы говорить о том, что наше общество едино? И вокруг чего сегодня люди готовы объединяться? Владимир Владимирович, давайте вы начнете. Есть понятие общества, есть понятие народов. Мы люди, принадлежащие к одному народу. Общество, исходя из социологических разных оценок, оно всегда состоит из страт, классов, социальных слоев, которые отличаются друг от друга, которые друг к другу относятся, ну, иногда даже с неким… Враждебно. Ну, пусть будет враждебно, да? Как Вы говорили, бедные, богатые, отношения этого никто не отменял, социальной неприязни, отношения к социальной несправедливости никто не отменял. Но на сегодняшний день я бы сказал так, что последние события, не только трагические, но и те внешнеполитические события, которые происходят вокруг России, такие события, как присоединение Крыма, как большие спортивные победы, те шансы, то есть те события, которые дали нашему народу возможность почувствовать себя единым и в статусе победителя, все больше и больше формируют это внутреннее единство без отношения к тому, к какому социальной группе мы относимся, к какому вероисповеданию мы относимся, в каком месте мы живем. И вот это вот чувство принадлежности к народу, оно дает нам возможность все-таки говорить о том, что за последние годы мы стали более едины, чем 20 или 30 лет назад. Вы согласны с тем, что мы стали более едины? Я, во-первых, хочу поблагодарить Владимира Владимировича, что он ввел наш разговор в правильное русло, отделив понятие общества от общества народ. Когда правильно избран вектор пути, можно и сделать правильные выводы. В этом ключе я с ним абсолютно согласен. А что касается единства? Ну, что касается единства, и Владимир Владимирович как историк подтвердит мои слова, я могу с достаточной уверенностью утверждать, что мой народ, к которому я себя причисляю, един и сегодня, един и вчера, чему является доказательством нашей истории. И зная, какая история в прошлом, я знаю, какое будет будущее. Мой народ будет един. Ну, вот еще говорили, да, о событиях, которые людей объединяют. Вот последнюю трагедию, да, вы тоже упомянули. На самом деле, особенно активно мы откликаемся на чужое горе. Авиакатастрофа на Синае, тому подтверждение. Десятки тысяч соболезнований, акции свечей памяти, акции цветов и так далее, и так далее. Вот почему так происходит, что мы именно в горе хотим соучаствовать, да, соучаствовать ближним? Потому что единство нужно в тот момент, когда тяжело. Именно в этот момент нужно плечо поддержки. И в радости быть едиными в празднике просто, в горе гораздо сложнее. Ну, и, наверное, потому что у нас сохранилась человечность. Ну, хотя, опять же, да, если вот последний пример посмотреть, ведь вот эта вот трагедия, она совпала с празднованием Хэллоуина. И кто-то не смог отказаться от праздника? То есть кто-то пошел и отмечал, несмотря на то, что половина, или там большинство людей скорбело в этот день. Как это можно понять? С чем это связано? Ну, я как священник... То есть отделяю чужую трагедию от своих... Я как священник могу просто диагностировать состояние вот этого человека, который пошел отмечать Хэллоуин, ну, как состояние ослепленности, и, скорее всего, непонимание. Но этот несчастный, больной человек, который не чувствует чужой боли, он тоже болен. Ну, в основном, да, это была молодежь, и, как молодежь говорит, но это же случилось где-то далеко, и что теперь? У нас каждый день на дорогах гибнут сотни людей. И мы не скорбим, и у нас каждый день устраивают траур. А здесь вроде бы вот так все объединились и начали об этом говорить. Ну, естественно, там средства массовой информации подогрели еще. В общественности говорят, что дети жестоки, потому что они еще не испытали боли. И взрослым обществу нужно воспитывать... Вот здесь я абсолютно как учитель в этом убежден, что воспитывать – это правильное отношение у детей, у подростков, которые недалеко ушли от детей. Потому что детство, оно характеризуется степенью инфантилизма. И иногда взрослые люди так и не перестают быть инфантильными и видят себя центром вселенной. Вот этот эгоцентризм, он остается. Да, молодежи свойственно веселиться, да, молодым людям свойственно не замечать иногда болезней, болезненности даже в близком своем кругу, горе в своем близком кругу. Потому что они торопятся жить, они хотят успеть все на этой земле. Ну, это правильно, это болезнь вот такой вот молодости. Ну, то есть возраст потом исправляет вот такое отношение. Да, жизнь очень многое поправляет. У нас есть телефонный звонок, давайте зрители послушаем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня Николай зовут. Я смотрю вот вашу передачу, вот вы говорите о единстве и прочее. Но вот знаете, мне кажется, вот год от года мы сейчас даже перестали знать своих соседей по площадке. Человеку будет плохо, на улице к нему никто не подойдет. Какое-то единство. А то, что вы назвали спортивные соревнования, мир наш, по моему скромному мнению, это просто псевдопатриотизм, лишний повод покричать, Россия великая. Ну, а как же тогда быть? То есть вот у нас есть действительно вот такое разобщение, обособленность какая-то. Как это исправить? Ну, я считаю, что, наверное, как-то государство должно, что ли, как-то патриотизм. Ну, вот государство и предлагает, государство и предлагает какие-то такие вот события, которые способны объединять. Я не знаю, если честно. Спасибо, да, за ваше мнение, спасибо за звонок. Ну, мысль-то правильная, да, что сейчас каждый сосредоточен на своей жизни. Мысль, более того, она не то, что, я не назову ее правильной. Мысль хрестоматийная. Верное замечание. Нет, это замечание, оно основано на опыте этого человека, который живет и не знает своих соседей. Я бы порекомендовал этот вопрос адресовать к самому себе, потому что я своих соседей знаю. Нет, ну вот как было сказано, да, что человеку на улице стало плохо и не каждый подойдет. Как у нас уже были такие случаи, происходит какое-то несчастье, а люди на сотовый телефон снимают, чтобы потом выложить в сеть, что я вот свидетель, вместо того, чтобы вызвать МЧС и скорую почву. Это было всегда, и равнодушные люди, они были всегда, и трусливые были всегда. Но может быть, сейчас их больше становится? Нет, просто сейчас средства массовой информации это увеличивают, как вот через лупу. И мы это видим через медиапространство, и это нам кажется, что это превалирует. На самом деле, это было всегда. Почитайте Священное Писание, и вы найдете такие примеры, когда проходили мимо, когда оставались равнодушными, когда убегали, когда видели, что тебе опасность грозит. Достаточно Евангелия прочитать. Ну вот еще бы прозвучало, да, псевдопатриотизм, но, не знаю, вот, да, День Великой Победы мы отмечали в этом году, годовщину, акция «Бессмертный полк». Инициатива была снизу, то есть это было не навязано государством. Люди, ну, может быть, это дань моде какая-то, но люди ведь активно включились и стали собирать сведения про своих, там, дедов, прадедов, родственников, близких, как участвовали, где сражались, то есть детей на этом примере учили. Какой же это псевдопатриотизм? Знаете, Даша, я скажу, не дай нам Бог случая, когда нас жизнь заставит проявлять истинный патриотизм, потому что истинный патриотизм проявляется тогда, когда надо защищать свою Родину. Вот не дай нам Бог. А все остальное... Ну вот та же акция «Бессмертный полк», ее можно назвать псевдопатриотизмом? Да ни в коем случае. Ни в коем случае. Здесь, по сути дела, все, что делается для формирования любви к своей Родине, к своему городу, к своей улице, не может носить название псевдо. Вот все, что делается, это по капельке вот в эту чашу. Это будет собираться, это когда-то получит свой результат. Я в этом вот убежден, что каждое слово, произнесенное с любовью к своей отчизне, к своему народу, оно имеет место быть. Всегда будут оппоненты. Всегда будут говорить о том, что это неправда. Критиковать происходящее нужно. С уважением к тому, что мы уже умеем и имеем любить, через любовь все делается. Ну я не знаю, как это сказать. А может быть еще вот у людей сегодня есть потребность причастности к чему-то важному? Потребность к большому совместному проекту? Я знаю ребят, которые организовали группу за чистый нижний. Ходят и сажают деревья. Обещали приехать к нам. Приглашали моих прихожан участвовать в этом. Это не акция, это позиция. Но у нас тоже есть такие объединения в Дзержинске. Они есть. Дзержинцы за трамвай, за общественный транспорт и так далее. То есть люди активные. Говорить о том, что нужно сейчас увеличивать что-то, оно же само по себе оттуда вырастает. Правильно сказано, что когда сверху что-то насаждается, воспринимается, точнее не воспринимается как ценность. Вот сейчас государство должно нам, прозвучало от вопрошателя из эфира, государство нам ничего не должно. Оно не считает себя нам должным, если говорить о государстве. А вот мы сами должны и не государству как таковому, а вот народу своему. Помните, один Барт пел, с какой силой я отечество люблю, с такой государству ненавижу. Он вот для себя это тоже как-то ограничивал. Но мы не должны этого делать, потому что и без государства наше общество, оно развалится. Государству необходимо. Опять же, какие люди стоят во главе государства, во главе исполнительной власти. Это отдельный вопрос. Но как народ, мы с себя не должны снимать ответственности. Владимир Владимирович, Вы хотели поспорить? Я хотел поспорить... Нет. Я не считаю, что государство ничего не должно своему народу. Государство – это, безусловно, скрепа народная, но государство отвечает перед народом за то доверие, которое оказал ему народ, в том числе и в финансовом смысле слова, через налоговую систему и так далее. Государство обязано сохранять безопасность внутренней территории, соблюдать, сохранять суверенитет, сохранять правовое поле. И поэтому государство жителям должно. Но то, что в первую очередь, каким будет это государство, зависит от людей. Сегодня же как раз есть попытки объединить людей, которые попытки эти сверху как бы привносятся. Это, я считаю, правильное понимание государством его должествования. Оно должно в том числе и дать вот это вот поле почувствовать себя. Но, с другой стороны, мы много говорим о том, что должна быть какая-то национальная идея, но ее поиск продолжается, и никак мы не можем прийти к какому-то единому мнению, что же это за идея. Ее надо искать. И, во-первых, национальные идеи, как таковой, мы не можем найти, потому что у нас много национальностей в нашем многонациональном народе. Это раз. А вот то, что вера объединяет и объединяло, это уже проверенный и доказанный факт. Ну, хотя, да, Владимир Владимирович. Вы знаете, у нас есть национальная идея, и она у всех государств абсолютно одинаковая национальная идея. Я живу в великом государстве. Для нас это великом. Кто-то, я живу в самом... Ну, то есть это должна быть гордость за свою страну, за свою родину, за то место, где ты живешь и работаешь. Второе – это некие изыскания на вот этом фоне. Да, именно так. Это должна быть гордость, это должна быть сопричастность, ответственность. Ну, вот так. Ну, опять же, гордость, она... Ну, из чего может складываться? Вот прошла Олимпиада в 2014 году, да, которую мы провели в Сочи. Все, там, кто бы как ни отзывался, там, о наших спортсменах, о нашей стране, о правителях, все смотрели, все болели, все участвовали, все гордились. Когда мы завоевали золотые медали, это была общая радость. То есть вот таким образом вот эта гордость, она формируется. Ну, что же. Вообще, чем больше положительных, позитивных примеров, тем больше гордость. Я сегодня искренне гордился, когда видел, что в Кремле шло награждение детей там в возрасте от 7 до 15 лет медалями за спасение близких. Ну, внутри вот прям поднималось дети, которые могут спасать. Ну, о каком потерянном поколении мы говорим? Ну, вот мне бы еще хотелось к 7 веры вернуться, да, как вы сказали, вера, она как раз вот тот оплот объединения, который, в общем-то, мы должны беречь. А стоит ли тогда отделять веру и церковь? Потому что сегодня к церкви у многих неоднозначные отношения. У кого у многих? У многих из тех, кто живет, в том числе и в нашем городе. Ну, у них к церкви отношения, потому что они к ней не относятся, поэтому и отношения. Те, кто относятся к церкви, к ней относятся. Они церковные люди. Ну, значит, а те другие, они никогда не придут в церковь? А говорить о вере, я ведь сказал о вере, а не о религии. Я сказал, а вере, например, в победу, а веру в том, что мое государство мощное, достойное и великое. Это же тоже нас на вере основано, а не на фактах. Если говорить о фактах, то мы сейчас наше государство так по бревнушкам раскатаем. Вот. Поэтому вера – это великая вещь, и она является двигателем. Двигателем. Потому что без нее вообще даже те атеисты, которых вы упоминали сегодня, они же тоже на вере живут. Только они во что-то другое верят. Вот уже их выбор верить там, не знаю, что Бога нет. Всеобщая справедливость может быть. И если мы говорим сегодня о единстве, и насколько для нас вот этот праздник нужен, я считаю, что, ну давайте, если этот нам не подходит, давайте придумаем какой-то другой. Ну, какой-нибудь пример. Нет. Или что, нам что-то надо выдумывать для того, чтобы объединить людей, когда у нас есть прецеденты, опробированные и кровью закрепленные. И не только, можно брать не 12-й год, возьмите, 380-й. Тысяча 380-й. Если люди историю нашу знают, они вспомнят Куликово поле. И там народ тоже явил себя как верующий в то, что они могут жить свободно. Но, к сожалению, когда у людей на улице спрашиваешь, знаете ли вы, какой завтра праздник, многие задумываются и начинают вспоминать, да, что какой же праздник. Это вопрос уже к образованию, вопрос уже ко многим моментам нашей жизни, где мы за 20 лет, так сказать, сделали массу ошибок, а сейчас их надо исправлять. Потому что еще праздник достаточно молодой, если мы говорим про новейшую историю, еще не сложились какие-то традиции. Я бы сказал так, завтра праздник. Наше медиапространство мало наполнено информацией, посвященной этому празднику. Сегодня, опять же, слышал, статистика. Только 55% респондентов знают, с чем связан этот праздник и почему он приходится на этот день. 45% не знают вообще. Это, как правило, люди более старшего поколения. Те школьники, которые проходят сейчас через школу, они информационно это знают. Придет время, дай бог мы наполним этот праздник эмоционально. Но при всем при этом, да, сегодня, опять же, на улицах города нам люди говорили, что же вот по их мнению может всех нас объединить. Я предлагаю сейчас послушать мнение держинцев, а после вернемся в суд. Очень интересно. Что сегодня может людей объединить? Людей разного возраста, разного социального положения. Объединить патриотизм. Если бы было это социальное положение более-менее у всех одинаково, примерно так хотя бы, не такая разница. Вот это бы объединяло. Все вместе бороться, не только, скажем, возмущаться кулуарно, но что-то делать для этого, наводить порядок конкретно в своем городе, не только в стране. И, я говорю, не кулуарно там где-то критиковать наших чиновников, те действия, которые не совершают, а что-то самим для этого делать. В наше время любая молодость, дорогие радости. Моральный климат надо, чтобы в телевизоре, в интернете, это в любом варианте вообще масса, чтобы дружба, пропагандировалась дружба, не вражда. Я просто в последнее время, наверное, думала о том, что связь с ним в Карене не стала теряться, не стала расходиться. Наверное, жажда какого-то, какой-то обособленности появилась с этой стороны. А семья, это всегда была ячейка. Знаете, я не знаю, мне кажется, всегда горе объединяет. Пусть сегодня объявляли, что в 12 часов, что все просигнали. Ну, как бы, каждый мог такой ситуации казаться, правда? Мне кажется, сейчас это болезнь. Это вы имеете в виду последнюю трагедию? Ну, да, с самолетом. С самолетом, да. С самолетом, мне кажется, никого не осталось. Ну, опять же, да, вот ничего нового, наверное, мы здесь не услышали. То есть, какие-то базовые понятия. Дружба, семья, любовь. Равенство. Равенство. Да, равенство. Ну, материальное и не только. Хотя я не уверен, что равенство объединяет. Равенство выравнивает. Ну, может быть, кого-то, да. Мечты у человека. Да, может быть, человек считает, что если не будет такого большого разрыва между бедными и богатыми, то это как-то будет больше взаимопонимания. С этим согласен. Я бы вспомнил войну 1812 года, где такой разрыв между бедными и богатыми, что, может быть, нам и не снилось. И как они умирали за отечество одинаково. Ну, это опять же, да, это чрезвычайная ситуация. Война это всегда чрезвычайная ситуация. И в такой ситуации все становятся перед лицом смерти. У нас каждый день чрезвычайная ситуация. Может быть, в масштабах меньших. В твоем дворе может быть чрезвычайная ситуация с бабушкой, с дедушкой, с собакой, с кошкой. Понимаете? Правильно сказали некоторые, что чего по самолету, когда каждый день на дорогах гибнет столько народу. Я с этого начал свою проповедь. В день, когда мы должны были молиться, я сказал своим прихожанам, ведь в этот день не только 224 человека погибло, но и много других. А мы сейчас будем молиться о них. Подумайте, почему? Почему? Это изрядные события и нам, внесенные в жизнь, как катастрофа. Катастрофа и дали от Родины. И мы каждый себя должны были бы поставить на их место. О чем сказал наш патриарх, что в этом самолете мог находиться каждый из нас. И этих самолетов еще будет много летать. И дело не о самолете идет речь, а о том, как мы отзываемся. Как мы отзываемся. Они же были самолеты и в Украине, который разбился, и мы также отзывались. Также отзывались. И японские избитые, и корейские избитые, и мы также отзывались. Еще отзовемся, ведь дело не в самолете, а в наших сердцах. Владимир Владимирович, вы хотели что-то добавить? Нет, я просто здесь полностью соглашаюсь. Никаких антитесов этому абсолютно нет. Да, здесь способность сопереживать, сочувствовать. Тогда если подводить итоги, с чего уже начинается единение? Давайте так. То есть мы говорили, единое наше общество или нет, а вот с чего это единение, если его сегодня нет, с чего оно может начаться? Картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, оно начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Абсолютно замечательно. С семьи, с друзей, с школьной парты, с того, что рядом со всем, с возможности, с воспитанного чувства способности сопереживать и гордиться. Сопереживать в первую очередь близким, родным, а дальше уже по расширяющейся. И с гордостью сначала за близких, родных, а потом, опять же, все более... С гордостью за свое отечество. За свое отечество. А вот, опять же, да, если про гордость говорить, знание истории, оно как бы способствует вот этому чувству гордости? Безусловно. Необходимости. То есть, если человек не знает историю своего края, например, и брать больше историю своего государства... Он беден. Он потерял сотни, тысячи поводов чувствовать гордым. Ну, опять же, если мы говорим о подрастающем поколении, есть ли у них жажда вот такого знания, знания своей истории? Знаете, то, чего хотят наши дети, зависит от нас. Потому что ребенок рождается чистым листом бумаги. В него заложено интеллект, душа, что-то заложено. Но дальше уже ответственность родителей, ответственность окружения, ответственность школы за то, чего он будет жаждать. Да. Сейчас Владимир Владимирович сказал, он беден о бедности. Я вспомнил недавно, услышал выражение одного неглупого человека. У богатого человека большая библиотека, а у бедного большой телевизор. Ну, и уже подводя окончательный итог, если посмотреть на интерактивное голосование, к сожалению, большинство из тех, кто дозвонился сегодня нам, считают, что общество не едино. Поэтому нам стоит над этим задуматься. Я предлагаю поставить точку на сегодня. Спасибо за участие в программе. Спасибо вам, дорогие телезрители, также за участие. Это была программа «Прямая речь». До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...